Евгений тем временем набрел на археологическую помойку и каждая такая помойка с артефактами это радость для любого лаишника. На самом деле здесь скорее всего в древности была какая-то огромная постройка. Теперь вокруг все валяется, а то что не валяется, то вот пошло на облагораживание этой речушки. На боках кстати очень много всяких отверстий технологических и прямоугольных, и круглых и каких только нету. Есть и плиты, кубы, при желании можно даже что-то сконструировать, отдаленно напоминающий оригинал, но скорее всего мы никогда не сможем этого сделать, потому что все закопано, ну засыпано точнее, потому что никто конечно же это не закапывал специально, но со временем это все ушло под землю. Ну что-то растащили от местной постройки. Хотя как мы видим рядом сложены просто избитого камня вот эти халупы, хотя рядом валяются вот такие вещи. Это говорит о том, что скорее всего вот эти вещи совсем недавно были извлечены из вот этого слоя, то ли это силевой какой-то слой, то ли еще что, из мелкого битого камня песка и глины. Вот посмотрите на этот великолепие. Явно это построено совсем недавно, потому что если бы они строили это давно, то вот эти камни скорее всего составляли бы фундамент этих построек. Сейчас вот Евгений снимает постройку, тоже связанную с водой. Скорее всего какая-то ванна древняя, либо душевая кабина, либо туалет, и вот здесь видно как подогнаны камни, блоки именно древние. И у меня тоже такое ощущение, что здесь уже все вторично сложено. Из ранее собранных блоков, которые валяются везде. Вот эти вот кубики, их просто огромное количество. Если вот так вот походить по нехожу на местам, то можно найти прямо склад таких вот кубов. Иногда они просто торчат из земли, иногда навалены в кучу. Можно найти, даже какие-то фигурные объекты, части какой-то головоломки строительной. Кстати, вот так вот это выглядело в 2007 году во время экспедиции Лави. Сейчас уже, как мы видим, много чего исчезло из тех камней. Скорее всего вот так вот выстраивая для туристов очередной Диснейленд, как они любят по всему миру делать. Но Евгений тем временем нашел блок с пазом, про который я вам рассказывал, и пытается нам его показать. И надо сказать, что это все-таки не самые интересные артефакты, которые присутствуют на этом месте. На самом верху этой скалы лежит огромная плита. Сейчас поставлю стоп-кадр и покажу материалы из своего архива. Это вот фотографии из экспедиции Лави. Видно так называемые оплавленные ниши и также соски и вырезы в скалах. Вот это архивное видео Игоря Левашова. Ему удалось залезть туда в 2012 году. Видео конечно ужасного качества, но другого нету, к сожалению. На видео хорошо видно неоднородность вот этой породы гриолитовой. Она имеет в себе какие-то включения непонятные, которые быстро выветриваются, так как имеют меньшую плотность, чем основная порода. Именно после того, как на скалу чем-то воздействовали. Здесь, как мы видим, со скалой происходили всякие чудеса. Я не берусь утверждать, механическая это обработка, термическая или еще какая-то неизвестная. Но вы все видите своими глазами. Эта скала изрезана, либо эту скалу обработали каким-то неизвестным нам способом. Уточню, что нету никаких следов механической обработки именно вот на этой скале. Во всяком случае мы не видели. Дополню, что это не единичный случай. Вот такая плита, например, лежит совсем рядом. И конечно же вокруг мы можем наблюдать тяп-ляп технологии местных аборигенов. Есть над чем подумать. Пока монтировал это видео, вернее, это часть одного большого видео про Лентайтамбо под названием Лентайтамбо. Свалка древних артефактов, который расположен на нашем втором канале под названием Сундучок Стания. Ссылочку можно найти в описании. Если кого-то заинтересует, посмотрите полностью. Вспомнил, что в 2012 году на этом месте побывал Игорь Алексеев. Вы его можете знать как Onbio. У него есть канал Onbio Productions на YouTube. И ссылочки на этот канал, на его страничку ВКонтакте. Если задать вопросы захотите, я оставлю в описании. Тогда в 2012 году Игорю удалось беспрепятственно полазить по этим скалам. Все подробно отснять на фото и на видео. Никто не свистел, не кричал, не гонял. Ну и собственно он присутствовал в этом месте практически официально с разрешением местных властей. Чем он был очень сильно доволен, да и мы тоже. И материалы, которые он снял, я постараюсь продемонстрировать в видео дальше, без комментариев. Посмотрите, кого что заинтересует. Кто-то может что-то новое подметит. Можете писать свои предположения в комментариях, что же это было. Всем приятного просмотра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok